привет мои дорогие девочки и сегодня у нас рубрика вкусные полезности вместе со мной наше осознанное питание я знаю как вы ее любите как вы ее ждете и благодарю вас за то что вы мотивируете меня на создание такого рода видяшек и я вам могу сказать что данный рецепт оказался невероятно вкусным и мои парни сказали что это лучший десерт из всех которые я когда-либо готовила кроме того он бесконечно как всегда полезным да так что готовьте смело готовьте в удовольствие и прекраснейшего вам настроения не забывайте что все зависит от того с каким посылом вы готовите так что в начале настроек в создайте особое такое состояние особую атмосферу чтобы все эти вибрации с которыми вы будете готовить чтобы они передавались в ту пищу которую потом будете употреблять вы и ваши близкие и родные и еще сразу же хочу попросить вас прощения за то что быть может освещение не совсем крутое не совсем хорошие потому что я решила не заморачиваться сильно со светом я не использовала софтбоксы я их не забирала с работы и студии вот поэтому решила вот как получается такое совершенно обычной обстановке без какой-либо подготовки но главное фиксировать и снимать для вас видео так что я вас обнимаю и как всегда я благодарю за лайки комментарии вашу обратную связь я знаю что вы у меня самые отдающие и самые благодарные мои подписчики так ну что мы начинаем и сейчас мы приступим к ингредиентам корзиночки один желток 140 грамм геркулеса три с половиной столовых ложки арахиса я использовала арахис соленый потому что не нашла обычный вы можете использовать обычный йогурт без какого-либо наполнения чистый натуральный разрыхлитель подсластитель я использую как все как всегда фит парад номер семь природный заменитель да на основе природных компонентов ванилин на фирму не обращайте внимание она мне не нравится но он у меня был только он оказался вот и начинка один белок сыр рикотта а также ягодка у меня будет голубика но также великолепно подойдет земляника и малинка свежая ну что приступаем вначале к корзиночка геркулес и арахис в чашу блендера и наша задача перемолоть все до скажем так не сильно мелкой муки пробуем итак вот что у меня получилось не сильно мелкий такой помол теперь я добавляю 3 столовых ложки натурального йогурта здесь принципе можно даже весь стаканчик использовать так стаканчики у меня было 130 грамм постепенно мы все 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 соединяем размешиваем добавляем желток напомню что у меня был один желток но у меня какой-то оказался такой знаете большого размера гигантский желток так все тщательно размешиваем тесто должно получиться таким прям липким по ощущению разрыхлитель разрыхлитель мы добавим пол чайной ложечки ванилин все делаем на глаз и то что касается подсластителя также все необходимо делать на глаз да я никогда не придерживаюсь каких-либо пропорций но вот давайте вместе посмотрим я добавлю чайную ложечку и еще немножко я думаю что будет достаточно и сейчас наша задача хорошенечко вымесить тесто тесто вымешивается достаточно так плотно поэтому просто нужно приложить скажем так усилия не торопясь потихоньку смотрите выбирайте чем вам удобнее месить да либо же вы будете использовать ложку неудобно или такой силиконовой ложечкой или еще я люблю как вы знаете использовать деревянные ложки я не люблю соприкосновение металла с любой другой поверхностью я металл могу использовать только как вы сейчас видели да что-либо досыпать да там положить но вот когда я соединяю джонечка не помогай маме иди мячиком играйся вот не удобно такой силиконовой лопаточкой все соединять вот все хорошенечко соединили как вы видите тесто получается не сильно много я сейчас даже посмотрю может быть я увеличу пропорцию так как у меня ребята мои любят мальчишки десерты поэтому может быть я добавлю в два раза больше но я вам показываю вот ту пропорцию о которой вам говорила там поэтому вы уже сами смотрите как вам какая у вас семья да может быть вы будете готовить только для самой себя любимой захотите побаловать вот справляем наши корзиночки в духовочку я поставила на сто восемьдесят градусов ровно на 5-7 минут пока что мы займемся нашим клинику что мое тесто оказалось немножко жидковатое но прилипало очень сильно к рукам поэтому я добавила геркулес и арахис добавила немножко еще фит парада вот и сейчас видите как у меня ладони остаются чистые вот я сформировала шарик но я вначале полностью сформировала распределила по формочкам вымыла руки до помыла всю посуду и сейчас после того как я сформировала шарик я начинаю аккуратненько вот таким образом формировать кружочек аккуратно не торопясь равномерно стараюсь чтобы тесто у меня было полностью ровное и причем джонечка подожди и причем я конечно же всегда пробую и сырое тесто на вкус чтобы понять угадала я в пропорции или нет с подсластителем вот и тесто оно уже настолько вкусно даже в сыром виде я вам передать не могу за счет как раз соленого арахиса и сейчас я аккуратненько аккуратненько вкладываю нашу силиконовую формочку вот все первое у нас товарищ готов вот так и точно так же я поступаю со всеми остальными корзинками ну насколько это долго или нет не могу вам сказать мне кажется достаточно все быстро на самом деле просто нужно один раз попробовать приноровиться и получить наслаждение кайф от вкуса вот особенно все те кто на таком осознанном правильном питании кто не кушает покупные тортики то для вас конечно же это будет чистый кайф ну что вот так края конечно же они будут не идеальные но мы и не стремимся к этому вот аккуратненько аккуратненько немножечко формочка даже если она надрывается мы ее пальчиком аккуратно видите как у меня очень длинные ноготочки да свои но длинные поэтому я использую вот такой прием в джоне как маленький ребенок все внимание должно быть только ему джонечка перестань вот видите какая красота все аккуратненько все 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 дырочки мы убираем я уже разогрела духовку до 180 градусов и мы наши корзиночки будем выпекать семь около пяти семи минут при температуре 180 градусов ну что и таким образом мы должны сформировать все корзинки вперед так ну что приступим к приготовлению нашего крема в яичный белочек мы добавляем сыр ликотца и так как я увеличила немножечко пропорции нашего теста да у нас получилось немножко побольше корзинок поэтому я еще добавлю йогурт чистый без каких-либо добавок вот и мы просто соединяем сейчас все будет очень просто и легко мы должны соединить все ингредиенты мы добавляем сыр ликотта аккуратненько мы добавим йогурт натуральный добавим подсластитель если желание можете добавить ванили ну он у меня закончился вот дальше мы добавляем фит парад ну или вы добавляете тот подсластитель которые вы используете напоминаю я добавляю только фит парад номер семь потому что только он на основе природных ингредиентов вот и все и теперь наша задача все соединить я даже думаю что я буду все соединять при помощи погружного блендера сейчас вам покажу так вот таким образом так ну что я немножко попробовала как у нас на вкус начинка и добавляю еще подсластитель соединяю уже перемешиваю и нам осталось дождаться когда будут корзиночки у нас по нашему таймеру приготовиться когда пройдет у нас 5-7 минут ну что наши корзинки в духовке запекались на протяжении семи минут и сейчас мы аккуратненько выливать начинаем крем потихонечку и дальше мы отправим наши корзинки еще в духовку на 25 минут сверху мы положим ягодки через минуточек ну я думаю что минуток 10 пройдет и мы положим ягодки так главное чтобы нам хватило крема окно что я вам сейчас покажу мне все равно осталось две корзиночки пустые да потому что не хватило начинки ну ничего страшного что-нибудь с ними придумаем скушаем просто так начинку какую-нибудь сделаем творожную вот отправляю сейчас буквально минут на десять и добавляю голубику вот поехали так ну что сейчас я беру и начинаю украшать наши корзиночки почему я ягодки не добавляю сразу же только лишь из-за того что я люблю вкус более свежие ягоды вот поэтому здесь вы уж сами смотрите по вашему вкусовым предпочтениям вот сейчас мы украсим буду постепенно добавлять чтобы ягод хватило все наши корзиночки я надеюсь что будет очень вкусно так кстати которая у нас корзинки без начинки мы убираем вот и по нашему таймеру там осталось буквально пять минуток ну как вы видите крем уже практически готов вот такая красота у нас с вами получается я бы еще малинку добавила земляничкой но это будет у нас уже в следующий раз вот так что мои дорогие готовьте с удовольствием поверьте мне это просто вкуснота неимоверная нужно один раз приготовить просто приноровиться да приспособиться к распределению данной формы в формы я имею ввиду самого теста в силиконовую формочку и вы будете получать огромное удовольствие от самого вкуса ставьте пожалуйста пальчики вверх комментируйте и до новых встреч пока пока что вот такая красота у нас получилось вкусно безумно так что всем приятного аппетита